Добрый вечер, это Первый городской, меня зовут Наталья Болдинская. Здесь мы встречаемся с творческими людьми нашего города, и таких творческих людей будет очень много уже в ближайшие выходные в Кривом Роге на Пятом деревянном фестивале. С его организатором и участником мы пообщаемся сегодня. У нас в гостях Николай Крамаренко, глава оргкомитета фестиваля, и Олег Садовников, мастер народных ремесел. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно вас видеть с таким солидным багажом, и это только одна тысячная, наверное, часть того, что можно будет увидеть на фестивале, да, Николай Владимирович? Расскажите о самом собственном мероприятии, пятый раз уже в Кривом Роге. Пятый раз, мабуть, мало, где еще в Украине, происходит такое народное свято, как деревянный фестиваль. Задумали мы его разом с Криворизским лісгоспом, саксаганским районным виконавчим комитетом и майже сотнею народных умильцев. Я очень приглашаю Криворизским проведать парк в Саксаганске 15 вересня, начи с 10 утра, там будет вырувать народное свято дерево. И живого дерева, то есть куща таких лозей и других, и второе життя его дерева, мы увидим вот такой. Я, как Олег Садовников представил. Яка, взагалі, идея фестивалю? От вы его организовали, для чего? Чтобы люди могли прийти и что-то купить, или просто помиловать, или какая-то еще другая цель? Главная была мета, это все-таки бороться за первое життя дерева. Наше место, после Киева, занимает второе место по озеленению. Но сейчас уже такое впечатление, что и по вирубке, на жаль. И нам захистить это дерево. На территории города Криворизжя, взагалі, больше 9 тысяч гектаров зелених насаджень. Результаты акации, среди них, интересная, степовая, проживаются. И вот все эти дерева нужно захистить. А потом другая мета. Это все-таки показать, какое красивое життя и дерево, когда начинается его друге життя. В текстуре, в паркете, в вуликах. Ну, вы увидите там сотни-сотни виробов. Пан Олег, расскажи трешечки про ваші вироби. Досит незвичные. Это такие играшки, конструкторы. Ну, я так понимаю, они и как сувенери. И можно действительно дитям играть, развиваясь такими. Экологично чистя, абсолютно. Можно это все разобрать. Ребенку можно, как бы, для развития, вместе с родителями, можно их покрасить в свой цвет. В этом они проявят, ну, как бы, свое общение с родителями. Могут время уделить. Будет меньше у компьютера сидеть. И это как лего. Все можно разобрать. И вместе с родителями собрать. А эти играшки вы створюете за власными, какими-то схемами? Да. Вот, допустим, вот этот грейдер, что я сейчас разбираю. Я просто взял фотоаппарат, сфотографировал самый настоящий. Реальный, так? Реальный, да. Машину реально. Потом перенес на бумагу через линейку, карандаш, составил чертеж. Размеры примерно одинаковые, ну, где-то в раз 60, может, меньше. И потом все перенес на дерево и это все изготовил. А у вас освіта как-то повязана с такими моментами? Ну, скажем так, еще с детства, когда ходил в школу, я посещал все кружки тогда. И авиамодельный, и судомодельный, и техническое творчество, и резьба по дереву, и выжигание, и выпиливание, и чеканка. Это тогда мне в жизни дало это. И когда я получил, допустим, свою квартиру, это было тяжелые 90-е годы, я всю мебель там делал своими руками, рамы на балконе делал, все, и это, наверное, как бы, все по жизни меня сопровождает. Я работаю с деревом, дерево я очень люблю, короче, с деревом можно сделать все, что за угодно. Практично все. Практично все, все, так. Как пришли до таких играшок? Чому вы решили делать играшки дитячие? Ну, шесть лет назад у меня родилась внучка. Да, сделал. Это стало стимулом. Маленькие. До речи, найти действительно экологически чистые играшки, потому что сейчас много из пластиковых, синтетических материалов, а найти не шкодные играшки очень сложно. Да, и вот родилась внучка, ей был год, уже день рождения, я попросил кроватку детскую, где-то на полметра. Ну, почему нет, у меня навыки были. И я сделал первую кроватку, потом сделал там первый паровозик маленький сделал, и так оно пошло-пошло, и начало усовершенствовать. Как бы сначала было очень все простенькое запчасти, потом я увидел, что можно сделать красивее гораздо. Десь, возможно, еще, ну, я знаю, читали литературу, чи навчалися, чи с кемо сконсультувалися, чи це власними силами? Да, власними. То есть, доходили от на власном досвиде до ось таких уже? Да, да, власно. Никак, так что? Как родные ставятся, и куда вы эти играшки, это на продаж, или у вас такая коллекция, что вы с ним делаете? Скажем, у меня коллекция, но если кому-то что-то подобается, то... То можно и продвать, так что? Да, продвать, потому что инструмент, то, что я использую в изготовлении, он изнашивается. Надо все равно дерево я покупаю в магазине. Какие наибольшие и популярные сорты дерева? Я использую в основном сосна и березу, то, что я могу в нашем городе достать. Конечно, есть другие деревья, там и липа, и клен. И у каждого своя характеристика. Да, 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 но мне его сложно достать. А вот сосной, во-первых, трудно работать, но я уже приспособился. Ну, вот эти играшки из чего? Сосна в основном. А чему ему, кажется, еще складнейше противатая сосна? А оно тверже дерево, и вот эти текстуры, вот эти полосы, они как бы очень трудно их обрабатывать. И оно, это дерево сосна, оно как бы имеет свойство скалываться, там трещины. Ну, я до того довожу, что трещины полностью убираю до того места. И получается такие целые и красивые изделия. Ну, с ним сложно работать, но зато, в общем, доступно, я могу его достать. И у нас в основном строительные материалы, это продаются сосна. Сосна. Да. Ну, я к ней приспособился, я ей занимаюсь. И эти играшки, и даже больше, можно будет побачить так же на деревянном фестивалю. Ну, я уже пятый раз буду участвовать в этом фестивале. Там нас награждали грамотой, и медом, и всем. Так что я там... И люди уже каждый год ходят, уже знают, что я там буду, и приходят. То есть, детьми можно приходить сміливо, будет на что подивиться, и чим погратися, главное для детей. Не ведь женешь. Пан Микола, расскажите еще про родзинки цьогорічного фестиваля. Вы каждого года пытаетесь сделать его еще более интересным. Ну, давайте так, про традиционные моменты, без чего деревьяный фестиваль не обходится. А потом поговорим про то, что будет. Больше 60 мастеров народных ремесел. Это и деревьяные фестиваль, и поединение металов и дерева, например. Або дерево, и еще что-то, пластмасса, и так далее, и так далее. Ну, например, среди таких, что вы уже видели, это будет весельная карета. Есть такой кинный дверь на смешке, и там Кузьминский Богдан, значит, ним керуется, кинный дверь. Он любезно, наше прохание, надость всю карету. И будет два коника гнедих возить деток, и это будет приятно. И за помирную, очень помирную ціну. Ну, и сама карета весельная, очень красивая, очень красивая. Будут вулики, уже я говорил, что будут и нуклеусные вулики, которые отправляются за кордон, это Буровицкого, Виталия. И даже до миніатюрных виробов будет, это и сирников. Еще из таких, как можно сказать, что мы новое придумали, это мы выиграли с Александром Канібором, значит, пока что как проект выиграли, это поставить 5 лавочек у парка Саксаганского. Деревьяных, а не малістичных. Тобто лавочки будут такие на 12 мест, а по центру будут из вапняка, там, чи еще из какого-то материала, значит, ведмеди на пасице. Ведмеди там, с маленькими ведмежатами, там, и так далее. Ну, как у Кальси. Это такие будут... Ну, то есть лавочки, они уже будут у день фестиваля, так? Нет, мы пока что выиграли, как проект, наш Александр Каньбор будет их презентовать, что мы хотим вот такой подарок сделать для родного, для нас, Саксаганского района. Вот это так далее. Значит, ну, что еще будет? Будут много виробов, я уже сказал, из металла, и поединенных с этим. Это несколько кузней, кувуковалень будут представлены на этом фестивале, в том числе и Артинь, наша знаменитая. А кувалей, до речи, у Кровомороза багато, взагалі, кувалей? Багато, багато. Такая стародавняя профессия? Їх би было бы еще больше, как бы, ну, а я не хочу так сказать, что я не как бы, але цього разу деревянный фестиваль разом проходить із Петриківским, з Петрикимским свято в Петриківцей, и там деякие кувалі туда и поехали. Але залишилось кілька кувалей, значит, и они будут представлять, кувалей будут різно, и тоже будут делать, это будут майстер-классы, для диток тоже, и для дорослих будут. Запросил я, не знаю, как там будет, виправную колонию номер 80. Уникальні вироби хлопцы делают. То есть за то, что сделали люди, которые проводят покарания? Да, это очень уникальные вироби. Это выставка будет, так? Да, они весь час представляют, вот, попередние два года, они представляли иконы, ну, очень много виробов. Конечно, чтобы защищать наши лісовые насадки, я попросил и педагогический университет, соответственно, факультет и Криворизский национальный университет, которые будут говорить, поседать с криворизцами, что нужно берегать наши лісовые насадки. А каким чином от місцевые жители могут это, ну, могут берегти? Тобто, як, от, до чого ви закликаете? Ну, например, не ламати дерева в нашому з вами спільному посадженому сквері Скрябіна. Чи взяти від стріли, посадили дзержинский металургийный виконком, посадили деревця 21, приворочили до якоїсь події, хтось просто йшов у бік там ставки, і всі 21 деревце зламав. Ну, я не знаю, ну, ми будем своє робити. Ми будем говорити, що так робити не можна. Краще ви посадите дерево. Ще ж у Кривого Мороза скільки неназваних таких локацій. Можна і, там, будівельники, ну, будь-яких професій. І посадити деревця, кущі. Наше місто велике, в ньому можна дуже багато проявити себе. І в тому числі, коли працювати з деревом, живим з деревом. Чи ж, якщо вже ось так, показувати його друге життя. Де, до речі, чи є у Кривого Мороза місця, де діти можуть навчатися, наприклад, різьбі по дереву, чи роботі з деревом? Чи є в нас такі гуртки? Ну, наприклад, у нас Криворізький навчальний центр. Це, тут він за шестоп'ятдельною фабрикою знаходиться. Там є такі, є такі професії, які дуже багато поєднані. І з деревом, і взагалі з рослинністю. Віктор Легун, Віктор Тархимович Легун, представить на фестивалі навіть свої моделі. Вони там перекаріють, і інші, вони будуть ходити, і вручати хліб сіль, до речі, цьому ж самому Олександру Канібору, який став кращим до Дня лісівника. Ми ж будемо значати, це ж свято напередодні, працівника лісового господарства. І ми будемо її вручати, тому що такий подарунок зробити, він вже два роки працює, щоб такі лавочки були. Звісно, що це буде залежати від Криворізьків, щоб вони проголосували. Тобто, проєкт поки що на голосуванні? Проєкт пройшов усі, документально пройшов. У нас вже є відповідальник від Саксаганського виконкому, куратор. Тобто, ми дуже ретельно готувалися, щоб все-таки ці лавочки подарувати. Чи будуть якісь конкурси, будете когось нагороджувати і за що плануєте це робити? Значить, у нас кілька шкіл буде, це діти, вони, які дуже полюбляють шкільній лісництво. Вони будуть представляти цілі локації і там будуть проводити майстер-класи. Показувати, як саджати деревця, як за ним доглядати, як його поливати. Ну, все-все будуть показувати. Будуть у нас такі, що майстри, які будуть стругати деревину. І в тому числі і Олег. Тобто, тут показувати це наживо, як дерево перетворюється на вироби. Така компанія, як Штіль, буде показувати свої механізми, свої електроелектричні ці та бензопили, як обробляється це дерево. Ну, підприємств, здається, більше двох десятків тільки бере участь. Які працюють з деревом і готують майстер-класи показати. Це просто буде, вони просто покажуть, як дошка, до якої гладенької можна вистругати цю дошку і показати її отак. Чи там же ж паркети, як роблять паркети. Я задумував це не тому, що просто захотілося. Я сам із Сумщини, де частина Сумської області полізся. І там дерево відіграє дуже велику роль. Ви, можливо, бували, а хто бував, то бачив, які різні вікони ці будинки, як тільки люди працюють гарно з деревом, як вони ніжно до нього ставляться. До речі, ми запросили і запрошуємо, користуючись нагодою, відвідати фестиваль людей, у яких прізвищі пов'язані з деревом. Це також буде в рамках фестивалю? В рамках. І ми їх нагородимо таким медом. Там, до речі, буде локація, де мед буде продаватися і медовуха. І ми нагороджуватимемо всі, хто прийдуть. А вже перші заявки були? Дерев'янки, хто є, хто дерев'янки, хто лісовики. А я садовніков. Ясень. Садовніков. Отримає вже ось мед сьогодні. Тобто там будуть переможці, чи абсолютно всім можна приходити? Всім. Я попросив нашого друга медовика, Сашу Аншу, щоб він цілий ящик таких прислав нам медових невеличких. Я думаю, що якась кількість людей зараз побіжить змінювати прізвище до суботи, щоб стинути. Дуже красиві є. Зв'явіть собі, Ясень, Тополина, якщо це жінка. Красиві дуже назви, пов'язані з деревом. Ну і давайте наприкінці розмови проанонсуємо ще раз, де буде відбуватися дерев'янний фестиваль у котрій годині. Де ви чекаєте? Ще раз нагадую, що разом з місцевою владою, тільки таке може бути свято, це Саксаганським виконкомом, традиційно, традиційно, вже 5 років, ми проводимо у парку Саксаганському 15 вересня, починаючи з 10 ранку, 5-й Криворізький дерев'яний фестиваль. На який ви запрошуєте усіх абсолютно, без обмежень? Приїдуть з усіх країв, навіть з Києва приїде велика виставка, пропагувати. Вони спочатку думали, що це така, іграшки, якісь такі забави, а потім побачили, що... Тобто масштаб заходу... Масштаб заходу, ну, не менше відвідало минулого року, там до 10 тисяч відвідало. Ну, власне, ми сьогодні вже розпочали такою маленькою виставкою. Друзі, приходте, можна буде побачити набагато більше, дуже різноманітні вироби з дерева на 5-му Криворізькому дерев'яному фестивалі. Сьогодні ми спілкувалися з головою оргкомітету цього фестивалю Миколою Крамаренком, а також майстром народних ремесел Олегом Садовніковим. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу. Це був проєкт «Вечір п'ятниці». До зустрічі на Першому міському. Дякую за перегляд!